Успех и благосостояние нашего при Неманского края зависит прежде всего от конкретных людей. Благодаря талантливым и мудрым руководителям наш город славится не только крупными промышленными предприятиями, но и развивается в культурном, духовном и патриотическом направлениях. Именно поэтому чуть больше года назад был создан Клуб ветеранов-руководителей Гродно, участники которого сегодня были приглашены на встречу с первым заместителем председателя Горосполкома Борисом Федоровым и председателем Горсовета депутатов Анатолием Никитиным. Очень приятно общаться с такими людьми, очень многому от них можно и нужно учиться, и обязательно нужно общаться, потому что иначе можно отстать от того, что сегодня происходит, и упустить многое главное. Их мудрый взгляд со стороны в любом случае всегда для любого руководителя очень важен. Спасибо им всех с прошедшими праздниками и наступающим праздником Днем освобождения нашего города. На встрече Борис Федоров рассказал членам клуба о лидерстве города по многим показателям, об итогах юбилейного фестиваля национальных культур и о новом памятнике знаке Фаревитовта В благоприятной свободной обстановке ветеран-руководителей и нынешнее руководство города провели открытую дискуссию. Председатель Городского совета депутатов Анатолий Никитин вручил награды города некоторым участникам встречи, а Георгий Забродский от имени Совета клуба отметил почетными грамотами за вклад в развитие города Бориса Федорова, ветерана Великой Отечественной войны Григория Обелевского и директора телерадиовещательного канала «Грудно плюс» Александра Лосминского.